МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ. И сегодня он посвящен, как ни странно, рыбалке. Вы знаете, совсем недавно увлекся донанной рыбалкой и совершенно случайно на Волге встретил известных людей, известных профессиональных рыбаков, звезд российского спорта и не только. И, пожалуй, передачу эту я бы хотел назвать «Звезды на крючке». Вот сегодня увидел их и сразу на крючок. Хочу их представить. Одного вы хорошо, прекрасно знаете. Это известная личность, заслуженный тренер России, человек, воспитавший четырехратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, Евгений Николко. И его боевой товарищ, верный друг, с которым он много-много лет проработал в Тольяттинской школе гимнастики, а сейчас трудится в Австралии Владимир Захаров. Здравствуйте, ребята! Евгений Николко. Мастер спорта, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. Родился 9 мая 1944 года в городе Николаевске Волгоградской области. Начал трудовую деятельность слесарем-ремонтником на Волгоградском заводе «Баррикады». Рядовым отслужил в Советской армии. Окончил Волгоградский институт физической культуры. С 1969 года работал слесарем-ремонтником на Волжском автомобильном заводе в Тольятти. Взнимал должности от простого рабочего завода до директора специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике УАО «АвтоВАЗ». За время своей трудовой деятельности подготовил одного заслуженного мастер спорта, 10 мастеров спорта СССР, свыше 30 кандидатов в мастера спорта и спортсмены первого разряда. Его воспитанники становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Главным результатом его многолетней работы явилась подготовка 4-х кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. С 2005 по 2010 годы Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных команд России в должности старшего тренера мужской сборной России по спортивной гимнастике. В настоящее время инструктор-методист отделения гимнастики комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» в городе Тольятти. Почетный гражданин города Тольятти. Награжден орденом дружбы и орденом почета. Почетным знаком за заслуги в развитии олимпийского движения в России. Хобби – рыбалка. Владимир Захаров. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Родился 3 апреля 1955 года в поселке Степной, Кубышевской области. Закончил отделение физвоспитания Тольяттинского педучилища в 1975 году. С 1975 года инструктор лыжной базы сборочно-кузовного производства Волжского автозавода. С 1976 года тренер базовской дюж по спортивной гимнастике. Подготовил 7 мастеров спорта, а также мастера спорта международного класса, серебряного призера чемпионата мира 1987 года в командных соревнованиях Ольгу Крабчатову и серебряного призера летней спорта-киады народов СССР 1992 года Ольгу Шугаеву. В 1982 году закончил Волгоградский институт физкультуры. 24 ноября 1992 года переехал на постоянное место жительства в австралийский Брисбен. 25 лет подряд входит в тренерский штаб национальной сборной Австралии, по спортивной гимнастике. Подготовил бронзовую призерку чемпионата мира 2003 года по спортивной гимнастику Лису Скина. Трижды вместе со сборной принимал участие в Олимпийских играх с 1996 по 2004 года. Ныне продолжает работать в австралийской федерации спортивной гимнастики. Хобби – морская рыбалка. Я хочу сразу сказать, уважаемые друзья, мы находимся на Волге в жемчужине, в волжской жемчужине Среднего Поволжья, рядом с Васильевскими островами, знаменитыми, возле села Переволоки. Вот село Переволоки здесь вот на бугре высоко, где знаменитый, кстати, рыбный рынок. А вот под рыбным рынком на Волге находится Большой Васильевский остров, вот он справа от меня. И вот здесь-то и рыбачат герои нашей сегодняшней передачи. Герои нашей сегодняшней программы вот только что вернулись с рыбалки, с утренней рыбалки. Конечно же, уставшие, естественно, да еще и жарко. Я понимаю, что и настроение рыбацкое, наконец-то, выбрались после долгих трудов на Волгу. Как улов? Улов у нас средненький, можно сказать. Но это, в принципе, обосновано тем, что до вчерашнего дня было очень сильное течение, и рыба вся, так вот все рыбаки говорят, что рыба вся ушла на таком течении куда-то в сторону. И сейчас, в основном, это мелочь. Крупной рыбы сейчас нет здесь. Но вы можете похвастаться вообще? Ну, в принципе, можно... Можно заглянуть в садок? Ну, там немножко есть рыбки, но такой... Ну вот, совсем немножко, уважаемые друзья здесь, да. Совсем немножко. Тут вот. Ну, для начала, может быть, и неплохо. А если учесть, что действительно в этом году аномальная вода, это, во-первых, и она держится, очень быстрое течение. Течение сильное. И рыбалки, прямо скажем, вот как утверждают все вообще профессиональные рыбаки, никакой. Слабенько. Как правило, конец лета, начало осени все успокоится. И вот тогда уже по-настоящему. Начнется настоящая рыбалка. Я думаю, что скоро появится и жерех здесь. Мы ходим на разные рыбалки. И на судака, и на жереха. С Настей все у нас есть. Ну, поскольку я изначально начинал здесь рыбачить на кольцо, на леща, поэтому я вспомнил старую эту рыбалку, решил сегодня попробовать на кольцо. Это Володя тоже любитель кольцевой рыбалки. Поэтому мы сегодня попробовали выйти рано утром, вот. Хорошо заикарились, хорошо встали, все прикор, все, да. Приваночку бросили. Приваночку, все было хорошо. Да, что старили, повкуснее, с маслом. У всех, кто стояли рыбаки у нас, очень мало всего. Все жалуются, что рыбы нет. Плохо плюет, да? А вообще, вот если вспоминать предыдущие годы, ну, примерные рекорды, Евгений Григорьевич, у кого-то у нас какие-либо? Ну, 20 килограмм шло просто. Леща, леща, да. Это на донку? На кольцо, да, на донку, да. 20 килограмм. Ну, рыбачил я иногда ночью, выходил в 10 вечера и рыбачил до двух ночи. Прямо на сосной, недалеко от берега, рыба на ночь подходит к берегу. И я очень хорошо ловил рыбы. Я проносил, у меня полная ванна рыба была. Ну, сейчас я, честно сказать, вот на летом все время то сборы, то вот так мотаюсь, и некогда особо-то порыбачить. Ну, находим, тем не менее, время, когда вот со вчерашнего дня буквально я в отпуск ушел. Ну, думаю, неделю первую хоть посвечусь все-таки себя именно рыбалке. А потом опять на работу придется выходить. И у нас сейчас подготовка к Кубку России, вот, и 20 числа выезд в Екатеринбург, 20 августа. Поэтому сильно не расслабься. Ну, мы здесь решили совместить приятное. И рыбачить, и с другом встретиться, поговорить. Да, конечно. Володь, как часто вы приезжаете на Волгу? Я в этом году два раза мне получилось. Я приехал зимой на зимнюю рыбалку. Фантастик. Да, мы с Евгением Григорьевичем на его самокате или как в снегоходе хорошо порыбачили на судака. А вот, Володя, кстати, между прочим, после олимпийского успеха в Атланте, когда Евгений Григорьевич чествовали вместо с Алешей Немовым в мэрии, я впервые тогда услышал эту историю. Оказывается, у него хобби – это 31 декабря – ходить на подлёдную рыбалку. Да, да. Чуть ли не Новый год возле лунки встречать. Ну, 31, 1, 2. Это вот… Ну, или если бы там совпадало с какими-то соревнованиями, то один из дней обязательно. У меня вот эта версия идёт уже, наверное, лет 43-45 лет. Вот так примерно. С тех пор, когда я приехал в Тольятти, я встретился с ребятами, которые любят рыбалку. У нас, кстати, в спортивном клубе много, многие известные тренеры, Волжского автомобилезавода, да, многие тренеры именно увлекались рыбалкой. И причём, те, кто увлекался рыбалкой, у них были хорошие спортивные случаи. Хорошие результаты, да. Вы же детдомский. У вас это вот с детдома увлечение этой рыбалкой? Вообще, с детства? Я вспоминаю, когда нас привезли из дошкольного детдома в 51-м году, уже в Арчидинске спецдетдом. И первое, что, там, значит, старые детдомовцы, которые перероски были, так у них, что выборы, мы брали из тетрадки скрепочку, нитку обычную, и куга у нас, ну, как камыш куга, поплавок, всё. И у нас речушечка вот такая маленькая была там, Арчидинка. Это типа удочка получалась? Удочка, обычная удочка, да. Никаких грузилов, никаких там вот нитка крыть, и ловили. На что, червя? Червя, червя. Ну, естественно, там мелкая рыбка была. Потом мы научились делать самоловки, так называемые, корзинка такая, как чернильница. Дно открываешь, она туда заходит, верёвкой привязываешь, речка такая бурная, но не широкая. И вот самоловку это бросаешь, там на утро приходишь, пол самоловки, вот таких вот, чебачка. Дополнительное питание. А вот средний Ахтуб, это уже последний мой детдом был, там у нас на Ахтубе рыбы было, это у нас слепой был музыкант, и он рыбарь был сумасшедший. Мы, он нас, значит, управлял нами, всё, греби туда, греби туда, бреднем, как забредём, на весь детдом рыбы сразу. И вот эта страсть, она осталась, и потом в Тольятти переехали, да? Да, да, ну, потом я, после Ахтуба я поступил в техникум Волгоград, закончил его, и когда учился, там ездил, мы, опять же, в детдом приезжали всегда, это наш, как бы, дом был последний. А как вы считаете, вообще, вот, жить на Волге, если жить на Волге, то надо жить, действительно, на берегу Волги, да? Волгой, и рекой, да. Правда? И пользоваться вот этими благами земными, которые дала природа. Не жить, например, там, считаться, что ты живёшь на Волге, а жить в степи, где это совсем не то. А какая рыбалка самая интересная, всё-таки, донная, или вот с спиннингом, или на щуку, или троллинг? Нет, троллинг, вот, ты опробуй, у меня троллингом никак не получалось. Вот зимнюю я люблю, зимнюю. Да, зимнюю у нас. На мормышку. Нет, не на мормышку, а на... Балансир, на блесну, на судака, на окуня. Зимнее предпочтение. То есть на крупную рыбу и хищную рыбу? Да. Ян Григорьевич, вот честно скажите, вот вы дачу выбирали себе тоже специально, чтобы это было на берегу Волги, чтобы заниматься рыбалкой? Знаешь, я вообще о даче не думал. Это вот в 75-м году я приезжал к одному товарищу, у нас Юра Тузовский, тренер по лыжным гонкам был. Однажды, говорит, слушай, а вот этот крайний участок, говорит, там крутой склон, спахано, камни, булыганы. Говорит, никто не берёт. Говорит, взял один Иван Кондратьев, у нас был тренер по футболу, кстати. Вот. Взял, ну, говорит, у неё летом сезон, ну, говорит, отказался. Валыч, это ты? Говорит, хочешь, возьми. Я говорю, а сколько стоит он? 25 рублей. Ну, я жене, говорю, пришёл. Я добраюсь, надо брать. Нет, я говорю, я купил дачу. Она говорит, сколько стоит? 25 рублей. Что ты? Это же я босоножки купила бы себе. Да то это 5-10. Вот. Ну, прошло, наверное, года два. Она, сказали ещё и забыли. Потом мы с моим товарищем, вот, кстати, вот кот, вот, говорил коту Михаил Михайловичу, а мы до сих пор дружим. Говорит, поехали. У меня есть место. Где палаточку поставить? Да, палаточку мы, шашлычку сделали. Это пахота, всё спахано. А мы тут лужайка уже, где, прямо на подбережок. Ну, естественно, там, шашлычку сделали. И она говорит, вот здесь бы я дачу согласилась бы. Простой-то. Я говорю, а вот наш участок. Пожалуйста. И начали стройку. Да. Нет, ну не сразу я там ездил. Она стала уже увлеклась, когда я уже домик сложил так более-менее. Вот. И то первый раз приехала. Значит, я говорю, надо там сорняк продёрнуть. Там что, помидорки сажал? Так она не знала, какой это помидор выдернулось. Думал сорняк. Ну, потом всё увлекла. Сейчас такая дачница, садовница стала. А вот интересно, вот когда уже появились первые такие значимые успехи у Лёши Немова, я понимаю, что в основном вся жизнь была на сборах, на соревнованиях. Свободного времени оставалось совсем мало. Вот может быть, как раз только 31 декабря. Нет, тем не менее, тем не менее, всё равно были какие-то дни, когда мы приезжали, что-то делали, что-то... Просто здесь такое место было. И потом я всё-таки иногда в отпуск уходил, там, не на полный, там, отпуск, а, скажем, недельки-две я позволял себе иногда вот... Приезжать в Переволуке. Да. И здесь отдыхать уже, и рыбачил, и всё. Да, вот как раз вот те годы, когда и рыбалки были, сегодня у меня было... Я сам лодку сделал себе. Смогел. Посмотрел катера, яхты. Посмотрел тузик-картоп, так называемый был. Да, вот так и назывался тузик-картоп. Посмотрел, как делается, прочитал всё. И в гараже у себя сделал стапель. Купил там доски, рейки. И всё по чертижу сделал. То есть такой мастеровой человек-то, оказывается. По чертижу сделал, прям шикарная лодка была. Лёгкая, всё. А где хранили её? На берегу всё. Приковывал там, и в конце концов, мне угнали её. Жаль. А вот интересно, а Лёша Димов брали с собой на рыбалках? Да. Ты хоть был в Переволуках здесь? Был, был. Он был на даче, он видел эти просторы? Конечно, конечно. Что интересно. И что ловил он, кстати, ещё? Вот. Говорит, Евгений Григорьевич, что-то у меня там есть. Вытаскивай двух лещей, где-то граб по 800. Сразу двух. Потом он сочинение писал, не сочинение, а как я провёл лето в одном из классов. Он рассказывал, как он рыбачил. Ну, вы-то для него как второй отец были? Ну, получилось так, всё-таки 22 года мы с ним вот в спорте были именно. Вот как он начал тренироваться, и до самого окончания Греция, Афины закончились. Вот он тогда… Ну, а так мы до сих пор продолжаем, конечно, общение и всё. А когда вы поняли, Евгений Григорьевич, что из него что-то, 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 что-то можно слепить? Ну, во-первых, когда он выступал по второму разряду, это единственный раз в России проводился в СССР, молодёжное первенство СССР, и тогда уже видно было, что парень пойдёт. А потом, года через два у нас в Кировограде было тоже, по-моему, первенство профсоюзов молодёжное. И Лёша по тем вот оценкам, он получил четыре оценки десятибальных, и мне подошёл старший тренер, там, профсоюзов тогда, говорит, у Лёши большое будущее. Я говорю, ну, в принципе-то я вижу, поздравляли меня, там, так вот, оценивали, что да, перспектива хорошая. Вот говорят, что такие таланты рождаются там примерно раз в четверть века. Вот сейчас кто-то есть из ближайшего окружения сборной, но кто-то хотя бы похож хотя бы по своему потенциалу у Немова. Я скажу, вот в основном составе сейчас ребята есть сильные. Вот есть молодой парень Никита Нагорный, но он другого класса. У него программа сейчас намного сложнее, чем у Немова. У Никиты нет такого шарма. Он такой кругленький парень, крепышок. А Лёша Элегантин был. Давид Белявский. А вот сейчас работаете вот с молодыми тольяттинскими гимнастами. Собородков нет таких? Нет. На уровне Немова. Нет. На уровне Немова нет. Но есть парень, который вот Андрей Маколов, в прошлом году в молодежном первенстве Европы, он многоборья был вторым, и в отдельных видах два золота и три серебра завоевал. Талантливый парень тоже, но тоже не без такого яркого шарма, без элегантности. Есть еще один мальчик Миша Хученко, тот 98-го года, Андрей, а Миша Хученко 2000-го года. С неплохой фактурой своей, но стал быстро расти, и у него сейчас началась ломка техники. То есть весоростовые показатели изменились, и он начал терять качество исполнения элементов. А вот этот шарм, он вообще врожденное чувство, или этому можно научить, вот этому артистизму, я не знаю, какому-то, вот этой элегантности, изяществу и так далее. Конечно, у нас есть хореографы, которые там тренируются, растяжку делают, но вот это качество, как артистизм, природой дано. Это, Леша, это явно природное. Потому что раньше Лешу не видно было такого, что он постепенно. Он раскрывался постепенно, да? Постепенно раскрывался, да. Сразу видно было, что он рисковый, рисковый, бросается на элементы такие сложные, как я его утормозил. Вовремя остановишь, не потеряешь технику. Вот, поэтому постепенно-постепенно вот он как бы стал проявляться. Не дали мы ему возможность грязно делать элементы, а именно качественно. Да, готовил технично. Володя, вот интересно, вот долгое время уже работаете в Австралии, один из ведущих специалистов этой страны. Честно говоря, даже не верится, что итальянские наши ребята, известные прошлым тренером, вот работают на чужбине и готовят соперников, конкурентов нашей российской сборной. Но это жизнь, это нормально. Вот интересно, вот взгляд из Австралии, с конца света, с того конца шарика, на то, что было и происходило в российской гимнастике, и в частности вот в Тольятти, как это виделось? Насколько это было мощно для понимания, что, оказывается, российские гимнасты действительно доминируют благодаря каким-то качествам? Вот какая-то школа, я не знаю. Не, ну, школа в Советском Союзе была за это очень долгое время. И самая сильная школа гимнастики – это в Советском Союзе. И женская гимнастика, и мужская гимнастика. Произошел спад немножко после, когда развалился Советский Союз. Очень многие тренеры уехали, очень многие. Женские тренеры, мужские, да, и я в том числе. Это было осознанное вообще решение от отъезда? Или это спонтанное? Или это обида на что-то? Не обида. Пригласили, пригласили, потому что старший тренер сборной Советского Союза, Родионенко, он первый уехал в Австралию. А, в Австралию сначала, да? Да. И потом он начал приглашать тренеров, с кем он работал. Вот. Многих тренеров он пригласил. Ну, человек 10, наверное, уехали в Австралию. А сейчас вернулся. В национальную сборную Россию. Да, и стал старшим тренером России. Уже с 2005 года, по-моему, они, и Валентина Александровна, и Андрей Федорович, ну, они муж и жена. Да. Вот. Они вернулись в Россию. И достаточно успешно продолжают сейчас работать в гимнастике нашей российской. Так гордость была все-таки за то, что Евгений Николко вырастил такой самородок? Да, гордость, вы не поверите. Я за него очень рад был. Да, я болел, потому что мы с ним провели вместе три олимпиады как раз в Атланте. Встречались. Да, да, ну, да. Я сборной Австралии, Евгений Григорьевич, сборной России. Атланта, 96-й год, 2000-й год, Сидней. Это уже, считай, как у меня дома в Австралии, вот. И вот эти две олимпиады, конечно, были, слезы наворачивались на глазах, когда Лешка выиграл. И в Афинах, да, еще? В Афинах он уже, как бы, заканчивал, Леша. В Афинах вы видели вот это вот беспрецедентное судейское давление и так далее, и так далее. Интересно, как вот весь гимнастический мир воспринял вот это вот несуразицу, вот как засудили немало? Можно было судить по залу, по зрительному, потому что весь зал стал, реакция зала была. И, естественно, тренеры, конечно, были недовольны судейством. А вот этот благородный жест, когда он приложил палец и успокаивал зал, это было наиграно, нет? Нет. Это абсолютно. Не наиграно. Дело в том, что когда пересудили его, ну, добавили пять соток, которые ничего не влияли. Не на что. Леша меня спрашивает, что делать? Я говорю, больше нам не поднимут отметку. Ну, и тут подходит американский тренер и говорит, Алекс. Успокой зал. Нет, говорит, там Пол Хам, следующий американец должен был, он 15 минут стоял, ждал выхода своего после немого. Ну, да, да. Вот. Говорит, остывает, вроде как. Сделай что-нибудь. Леша меня спрашивает. Собственно, я не говорил, как делать и что. Я говорю, больше нам ничего не сделают. Не покажешь. И вот он пошел. И он сам вышел. Ну, соревнования надо продолжать. Да-да. Нельзя затягивать. И он, кстати, в итоге получился пятый результат у него. Вот. Но он больше приобрел, чем потерял. Может быть, он потерял олимпийскую медаль. Да. Но зато весь мир увидел человека. Человека. Что-нибудь, Лешичи, это, да. Великого человека, да. Именно не как великого гимнастка, а как человека. Да, как человека, да. Что он нашел в себе силы так, чтобы, несмотря на сумасшедшую поддержку зала, общественности, он все-таки успокоил зал и этим дал возможность не сорвать вообще соревнования эти. И, в общем-то, вот это был последний аккорд его спортивной карьеры. И из-за чего все-таки причина была то, что он решил уйти из спорта? Вот это обида на судейское решение? Или чисто травмы? Он просто, говорит, устал. Он уже в Греции готовился к Афинам. Немногоборно, во-первых. Уже травмы все... Спина у него болела. Спина. Да, Плечову, правда, после операции еще первые, Плечову бы... И он выступал немногоборно. Потом изменились правила соревнований. Нужно по-новому готовить новые программы. Вот. И приняли решение, что рулежка принимает. Он говорит, мне уже тошно в зал заходить. Говорит, не могу уже. Все. И вот на этом мы... Ну и три Олимпиады – это очень большой срок. Да. А вот почему, интересно, немов появился в России, а не в Австралии. И не в Канаде. Ну... Россия богат в таланты, наверное. Это что? Нет. Все-таки гимнастика, если брать историю, Советский Союз. Очень много хороших школ, очень грамотных тренеров. И когда я приехал с моим дипломом в Австралию, мне ничего не надо было пересдавать. Вот это единственный диплом, который проходил на все 100%. Фантастик. Да. Качество обучения было. Качество обучения, потому что качество тренеров было очень высокое. Поэтому приглашали. Хочу, Игорь Ильич, чтобы вы все-таки в очередной раз вспомнили то стихотворение, написанное вами, про набор. Оно очень задевает душу, я не знаю, простотой своей. И вы знаете, действительно, не криком души, а что-то даже большее, больше человечное. Жизнь тренера. Это стихотворение написал Костя Реут. Я тренирую чемпионов. Не лега груз моих задач. Суть гимнастических канонов. Нашел талант, давай батрачь. Батрачь хлопот наделал. Казалось, вот, нашел оно. И снова мимо надоело. Опять назад в набор на дно. Таскать успехом, улыбаться, надеясь, может, в этот раз. Надеясь верить, ошибаться, сгорая в блеске детский глаз. И вот позвали к педесталу. Твой чемпион, он лучшим стал. Опять на сбор спешу к вокзалу. Как я от этого устал. Пацан, ну просто кинооходка. Сидим, трендим, под стук колес. Коньяк, холодненькая водка. Закуска кто чего принес. Круглиц до боли постоянных. Лиц от гимнастики больных. Известно к ночи в дупель пьяных. Вдали от дома, от родных. Да ну и к черту охламонов. Этот зал пошел в дуду. Я тренирую чемпионов. Я их когда-нибудь найду. Блестяще, блестяще, блестяще. Я не слышал, не слышал. Первый раз. Ну вот видишь, по крайней мере, я бы назвал это гимн тренера. Спортивной гимнастики, не только спортивной гимнастики. А теперь давайте перейдем к нашей заключительной части нашей программы. Все-таки выведаем все рыбацкие секреты по заслуженной трене России по спортивной гимнастики. Чем он ловит? Жерехов, судаков и, кстати, рекорд жереха и судака. Жерех на 3,5 килограмма. Так, и судак. Судак на 1,5 килограмма. Нет, подожди, зимой мы, зимой по-моему. По 2 килограмма ловили. Вот это и зимой. Ну, это достойно. Это достойно. Если учить, что лещ 3 килограмма ловит. И лещ 3 килограмма. Сом 43 килограмма. Все, сдаю, Сергей. Сдаешь, мне не потянуть. Но, честно скажу, на перелет. Мне не потянуть. И вот сейчас, уважаемые друзья, я приглашаю вас в творческую мастерскую известного рыбака-профессионала с гимнастическим уклоном Евгения Николко. Я хочу, Евгений Григорьевич, чтобы вы провели мастер-класс вот для таких начинающих лохов, как я, и рассказали. На что ловите и, может быть, поделились какими-нибудь рыбацкими секретами. Ну, насчет профессионала... В том числе и для Володи, который занимается морской рыбалкой. Ну, может быть, что-то уже ценное, практичное возьмем. Насчет профессионала, это круто сказано. Конечно, мы любители. Но, тем не менее, любители как профессионально любим это. Что у вас в руках? Вот, в руках у меня. Это удочка для ловли леща. Называется на кольцо. Раньше эта снасть была запрещенная. Считалось, что бракодирская. Сейчас она легальна. И многие спортсмены, рыбаки, рыбачи на такую снасть. Мое изготовление... Да это вообще не кольцо. Мое изготовление как кольцо. Нет, это не кольцо. Это никак не кольцо, которое продал в магазинах. Хотя называется кольцо. Цилиндр какой-то. Какой-то цилиндр. Я рулончик, свинцовый рулончик смотал посреди. Поставил гвоздь, чтобы там была свободная леска ходила. И вот так отгибается немножко. Вот буквально это место цепляется за кормушку. Например, если вот эта кормушка цепляется к кормушке, прижимается и все по кормушке. Вот так вот двигается. На кормушку опускается. И поводок. Поводок. Поводок примерно полтора метра. Каждый полметра примерно маленький поводок. Сейчас видоизменились. Вот коротенький поводочек такой вот. И крючки 0 и крючки 0 и десятка, да? Десятка, да? Наверное, да. Десятый и одиннадцатый. И все четыре крючка? Три крючка через сантиметров шестьдесят второй полоток. Вот идет такой. И треть уже окончание лески. Ну, примерно универсальная эта снасть. Это все примерно одинаково. Эта снасть называется ловля на леща. Ну, попадает и чихонь, и судак, и белая рыба. Разная белая рыба. И ясь. Это вот снасть для ловли белой рыбы, так скажем. Вот эта снасть. Значит, это для ловли судака и хищной рыбы, в общем-то. Может судак, может щука. Тоже маленькие поводочки. Здесь грузил, который мы опускаем на дно. Стучим, кивок покажем, когда дно. Вот. Здесь мы садим тюлечку маленькой рыбки. Такую тюльку, кстати, где-то у меня там и лежит. Значит, продается в магазинах мороженое. Самое дешевое. И вот играешь, да. Сплавляется, лодка сплавляется по течению. И вместе с течением идешь по дну, стучишь. Вот лодка двигается, и ты двигаешься. Где судак есть, он обязательно берет. Подсекаешь его, вытаскиваешь, все. Но, как правило, леща и судака мы вытаскиваем крупную рыбу с помощью подсадчика, иначе срываешься. У меня было как-то, я не взял, с внуком пошел. Щуку взяли. Ну, пришлось поднимать, она в воздухе у нас сорвалась и ушла. Сделал свечку, как обычно. Да, да. Вот это снасть для ловли хищной рыбы. Хищной рыбы, да. Ну, если говорить на жериха снасть. Вот на жериха снасть. Вот такая есть. Это называется спиннинг, да. Ой, а что это такое у вас? Это очень... Это называется бомбарда. Бомбарда? Они разные, весы есть. Значит, спиннинг открывается. Вот так вот, закрывается. Подтягиваешься, заброс идет. Метров на 70. А где хрючок? От него... Держи, Володь. Вот, от него идет поводок. Поводок метра три примерно. И на конце тройник. И на конце кембрик. Кембрик. Тройник или двойник, может, да. Даже один. Ага. Вот. Снасть идет по верху, этот бомбарда идет по верху, когда крутишь. И жерих, он хищник такой, на быструю, может, крутку берет. Вот. И этот имитирует рыбку. Беленькая рыбка. Жерих идет по поверхности. По поверхности, прям, да. Вот сколько примерно за сезон вы ловите жериха, судака? Ну, примерно. Мало. Мало, честно скажу. Ну, штук шесть. Штук шесть. Потому что я за один раз, один-два, потому что у нас сейчас жериха тоже не такие места. Не стало, да? Нет. Где мало перепадов таких. Жерих идет, и вообще судак, щука. Где идет перепад глубина. А вообще мне кажется, вот сейчас большая вода, этим летом, она изменяет, меняет русло рек. Да, и мне кажется, что сейчас совсем по-другому видно. И кормовая база на дне меняется, поэтому рыба... И там, где были рыбные места, сейчас уже ничего нет. Вот я сейчас покажу примерно, как заброс идет. Тут по верху будет... Надо отойти в сторону. Нет, ничего. Вот таким образом, примерно. Там трава. Ничего, она по верху пойдет. Вот примерно так вот. Вот она полетела туда. Ухо, хорошо. Дальше. И я вот... Я сейчас... Да. Вот смотри, видишь, она идет по воде, видно вон. Видно, да, да. Вот. И беленькая тоже идет вот по верху. И тащит, и тащит тройничок. И где рыба есть, может окунь взяться, может жерех, может ясь. Вот она, по верху вот, бомбарда идет, а сзади там идет... Фантастика. На расстоянии 3 метра, да? Фантастика. Да, 2,5 метра примерно. А вот такая снасть похожа на то, что вы ловите там в океане? Нет, такой снасти нету. Нету. Такой снасти нету. Там вот как показывают все время по телевизору, такие мощные, такие спиннинги. Спиннинги, да. Мощные катушки, там леска ту мощная, тунец, тунец треска. Очень мощный груз, очень тяжелый груз. Это вот снасть для ловли, в основном то жереха вот мало. Жерех, да? Да. Теперь я хочу показать вам, наверное... Свой золотой ящик. Да, ну, ящики, когда... Ну, вот это снасти, вот это ты говорил на... Джига, это джига. Джига, это джига. Вот, они тоже вот на спиннинг. Вместо, можно бомбарду снять и повесить джигу. Все купленное или что-то есть самодельное? Нет, 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 в основном все купленное. Сокупленное. Но есть самодельные, но продаются они, сами делают люди. Вот мне говорят, что умельцы на Воскал-завельном заводе делают уникальные, уникальные... Ну, вот блесна, хочу показать. Вот такие блесна, да, вот такие блесна. Самые уловистые у нас в регионе. Это так? Это... Это так? Наверное. Наверное. Не могу сказать точно. У меня есть такая блесна, но сильная, серебряная. Судаковая. Вот это судаковая? Ох ты, вот это интересно. Судаковая, да. Вот это, может, блесна. И на жериха, это... Очень интересная, да. На хищника. Жерих, может, чука. Тут разные специальные... Блюз, спиннинг, блюз, насадки. Это насадки такие? Да, насадки. Это когда на джигу ловишь, то вот такие... Ну, Игорь Игорь. Вот я покажу, сейчас я извиняюсь, я сейчас покажу воблеры, которые очень дорогие. Ой. И вы их привезли с Олимпиады все деньги? Нет, они даже сейчас... Сейчас же в рыбачке... А вообще, вы выходите на Олимпиаде по магазинам? Честно говоря, некогда. Некогда. Не, может быть, что-то есть такое памятное, чего купили там где-то там на Кубке Мира, например. Нет, нет, рыбацкая нет. На Канасе Мира, рыбацкая нет? Вот такая... Такой воблер. Дорогой это. Но это для троллинга. Для троллинга, да. Это для троллинга. Который вы не очень любите. Ну, я пытался. Вот это для троллинга. Тоже. Дорогой. Вот такой вот воблер. Неужели он такой... Это большие щуки, наверное? Ну, мы думаем, чем больше это, тем больше рыбы клюет. Он не клюет на такой... Ну, зато красивый. Можно похвалиться перед рыбаками. Особенно, когда не клюет. У кого круче, у кого воблер круче. Вот, ну, надо, конечно... А самый ловистый, вы покажите, самый любимый. Вот самый любимый у меня оторвался. Потому что ловишь на самый хороший, а они, как правило, или зацепился, или это... Переживали? Здорово переживали по этому поводу. Ну, как переживаешь? Жалко, конечно. Сожалеешь, что. Сожалеешь, да. Потому что думаешь, сейчас поймаешь вот чего-то, а поймаешь корягу. Ну, давайте тогда в следующей передаче, в следующей передаче, а я думаю, ну, наверное, уже следующим летом мы вернемся к этому разговору, Игорь Игорь Иванович, и обязательно вы покажете, продолжить уроки мастерства, уроки рыбацкого мастерства. Почему не зимой? В принципе, можно и зимой. Лишь бы было время, желание. Конечно, в такой погоде. И, да, да, самое главное желание, наверное. Вот, в основном, хорошие блесны были у меня. Это пульки, называется пулька. Давайте оставим на потом, не все сразу. Давайте не все сразу. Хорошо. Не все сразу покажешься в следующей нашей программе. Вот, ну, а сегодня я хочу сказать, уважаемые друзья, сегодня наша программа называлась «Звезда на крючке». Я хочу сказать спасибо всем нашим рыбакам-профессионалам, всем участникам нашей передачи за обстоятельный разговор, за интересный разговор, который, надеюсь, вас заинтересовал. Спасибо вам. И ни чешуя вам, ни хвоста. К черту, к черту. А я рекомендую всем заниматься больше на природе, потому что, общаясь с природой, набираешься сил, здоровья и, самое главное, потом плодотворно работаешь в спорте. Поэтому желаю всем, кто особенно занимается спортом, обязательно, особенно, потому что монотонная работа все-таки в зале, я имею в виду гимнасты, это постоянно зал, магнезия. Все это негативно сказывается на здоровье. Двухразовые тренировки. Да, да еще зарядка плюс еще. Соревнования. А здесь на рыбалке отдыхаешь? Да, отдыхаешь, набираешься сил, потом с удовольствием скучаешь уже по тренерской работе, опять идешь уже удовлетворенный, отдохнувший, и идешь на работу. Короче, мы всех приглашаем, Евгений Григорьевич, мы всех приглашаем, приходите с нами на рыбалку. Пока!